готовим сегодня закусочку на наш с вами праздничный стол и для этого нам сегодня понадобится колбаска салями очень тонко нарезанная сыр любой у меня моцарелла тостовый батон желательно взять именно тостовый затем немножечко майонеза сливочный сыр 2 крабовых палочки можете взять больше и помидорки черри вся закуска очень быстро легкая вкусная понравится всем вашим гостям и вам давайте начнем поехали берем батон из батона нам нужно извлечь серединку я это буду делать при помощи стакана должна получиться вот такая вот серединка берем сыр и к сыру нам нужно натереть на терке крабовую палочку к сыру и крабовым палочкам отправляем немножечко зеленушки это у меня сухая петрушка а также можете натереть чесночок либо же добавить сухой но я сегодня не буду добавлять чеснок а также сюда отправляется полу пару ложек майонеза все перемешиваем помидорки черри режем пополам готовые кусочки тостового хлеба нам нужно немножечко примять я это делаю ладонью вот так вот беру и немножечко приминаю должны получиться вот такие вот тоненькие кусочки берем форму у меня это кексовая форма для кексов берем наши кусочки батона и отправляем в нашу форму и зажимаю я ее вталкиваю в нашу форму при помощи рюмки вот так все эти же самые действия я проделываю со всем батоном батон отправляется в духовку примерно на минутки 3-4 чтобы подрумянился у нас готовка наш батон посмотрите получилась вот такая вот картиночка она очень легко выбирается из формы получается вот такая вот прелесть выбираем из формы и кладем на тарелочку пусть остынет итак начинаем собирать нашу закуску у нас батон полностью остыл вот такой вот румяный красивый получился и так первый вариант закуски берем наш сырный замес и отправляем ложечку в нашу корзиночку вот так опять берем кусочек и отправляем получится очень вкусная закуска сытная и не менее красивая второй вариант берем сливочный сыр ложечку и отправляем в нашу корзиночку сливочный сыр густоватый поэтому я его немножечко вот так вот притаптываю берите вкусный сливочный сыр чтобы он был соленоватый слегка так вкуснее если ваш сливочный сыр не соленоватый ничего страшного вы можете подсолить если у вас есть сухой лук вот в таком вот виде предлагаю им посыпать нашу закуску лук придаст свою изюминку и это вкусно сочетание сливочного сыра и сухого лука это вкусно берем солями складываем солями вот так и кладем вовнутрь нашей закуски поэтому лучше если солями будет нарезано очень тоненько затем берем половинку помидорки и кладем рядышком вместе с солями вот так если у вас есть праздничные спашки для более праздничного настроения можно ими украсить наши закусочки это будет выглядеть также очень симпатично и вот так вот у нас получилось красота вкусно так порадуйте себя и своих близких ну а у меня на сегодня это все буду очень благодарна за лайк и подписочку увидимся с вами совсем скоро в следующих роликах всем пока о и Субтитры создавал DimaTorzok